Европа и Америка все же отличаются, и чем дальше, тем больше. Общая проблема – поддержание общественного равновесия. Разница же в методах, которые связаны с характером представления о государстве и человеке. Соединенные Штаты, на мой взгляд, ближе к представлениям о государстве английского философа Томаса Гоббсу, которого человек человеку – волк. Насилие во имя государства в этом случае – ценность, благородно и оправданно. Европа более оптимистична в отношении человека, хотя не без идеализации его природы. Так или иначе, эпохи Возрождения, Просвещения и Романтизма не прошли даром. Столпы европейского духа здесь – великие французы и Эммануил Кант со своим гражданским обществом и человеком как высшей ценностью, поскольку у него есть самосознание. Гуантанамо – лишь часть большого американского тюремного архипелага. В нем томится каждый пятый заключенный планеты. Узников США больше, чем в сталинском ГУЛАГе. Подробности у Константина Семина. Один день Ивана Денисовича – это все, что вам нужно знать об Иване Денисовиче, потому что трудно представить, как можно прожить в таких обстоятельствах хотя бы минуту. Один день жизни американской тюрьмы, возможно, не так насыщен, но его тяжесть в том, что этот день растянут на десятилетия. С такой замысловатой отсылки к экзотическому для американской публики русскому писателю колумнист журнала «Нью-Йоркер» Адам Гопник начал прошлогоднюю статью об американских тюрьмах. Гопник тогда обнародовал прогремевшую на весь мир цифру, которая привела его к не менее сногсшибательному выводу. В общей сложности под надзором исправительной системы в США сейчас содержится больше людей, чем в худшие дни архипелага ГУЛАГ при Сталине – больше 6 миллионов. Официальная статистика чуть скромнее. По данным американского Минюст, это примерно 2 миллиона 300 тысяч заключенных, что, как ни крути, все равно самый высокий показатель в мире. Вы знаете, в Америке мы привыкли решать проблемы с помощью самой большой дубины. В случае с криминальной юстицией – это лишение свободы. Возможно, это отголосок эпохи рабства. У нас, как вы понимаете, большой опыт зарабатывания денег на тех, кто носит цепи. В США за решеткой каждой сотой гражданина, это даже больше, чем в Китае. В графстве Фримонт – самая высокая концентрация заключенных в нашем штате. О графстве Фримонт в штате Колорадо пишут и снимают часто. Дело не в мрачных пейзажах, словно из фильмов Дэвида Линча. Округ с населением в 46 тысяч стал местом прописки для 13 тюрем и 8 тысяч заключенных. Самая известная – тюрьма строгого режима «Супер Макс», где содержатся преступники особой государственной важности, вроде российского агента Роберта Хансона или террориста Мусауи. Управление Макса построено на сенсуальной депривации. Тюрьма напоминает треугольник. Два уровня – верхний и нижний. Длинный коридор, по которому проходят все заключенные и весь персонал тюрьмы. Все сделано для того, чтобы заключенные не соприкасались с внешним миром. Даже когда их выпускают во внутренний двор, им некуда смотреть, кроме как вверх. Стены высотой 6 метров, так что остается смотреть только в небо. Американская пенитенциарная система – это и полигон для инноваций. Ученики великого Эдисона придумали электрический стул, а нью-йоркский доктор Джулиус Блейер – щадящую инъекцию. Это и неотъемлемая, как Владимирский Централ, часть массовой культуры. С той поправкой, что культура эта охватывает сегодня несколько миллиардов человек. По официальным данным, темнокожий подросток, родившийся в 2001-м, имеет шансы 1 к 3, что однажды он будет отправлен в тюрьму. В латиноамериканской общине это 1 к 6. Понимаете, там это массовое явление, и это касается каждой семьи. Кто-то в ней или уже в тюрьме, или вышел из тюрьмы. Это просто невероятно. Американские либералы часто возмущаются тем, что система слишком кровожадна. К примеру, только в Техасе к пожизненному заключению приговорены больше 400 подростков. Но в действительности состоятельные жители Нью-Йорка или Лос-Анджелеса вряд ли расстроены тем фактом, что преступность в их городах за годы репрессивной политики практически сошла на нет. Лет 20 назад по 42-й авеню на Манхэттене было страшно пройти даже днем. Сегодня при помощи сумы и тюрьмы криминал надежно вынесен за скобки. В этнические и социальные гетто. У нас в графстве самые низкооплачиваемые заключенные. И я никогда не выиграю выборы, пообещав заплатить им больше. Я называю это трудовой ментальностью. В США уже перевели значительную часть промышленности на аутсорсинг. Мы производим за границей машины, одежду, обувь, бытовую технику. Можно сказать, что мы компенсируем трудом заключенных провал нашей промышленности. Коммерческие тюрьмы, в этой идее обнаружились поклонники и в России, лишь частные случаи американской тяги ко всеобщей монетизации. Есть здесь и дороги, и водные каналы, построенные заключенными. Есть и тюремные мегакорпорации, и просто знакомые всем корпорации, прямо или косвенно использующие такой труд. Чему удивляться, если первую частную тюрьму создал не кто-нибудь, а инвестор KFC, сети ресторанов фастфуда с добрым бородатым лицом на логотипе. Важно помнить, что когда наступает такая рецессия, которую мы видим последние годы в Америке, то она не затрагивает такую отрасль, как тюрьмы. Эта работа никуда не исчезает. Во время рецессии заключенных меньше не становится. Частные тюрьмы – это воплощение капиталистической мечты. Это подчинение всего. Эксплуатация труда, политической системы – это запугивание людей для своей выгоды. Частные тюрьмы, как и военная машина, прекрасный пример этих принципов. Эта система находится вне контроля. Ее невозможно проверить. Двое судей оказались замешаны в истории с откатами на сумму 2,5 миллиона долларов. Они должны были способствовать переводу детей, осужденных за мелкие преступления, в коммерческие тюрьмы. Бизнесмены получали за содержание этих детей огромные деньги. В итоге дети, не совершившие ничего дурного или какую-нибудь мелкую пакость, за которую можно просто в угол поставить, оказывались в коммерческих тюрьмах на несколько месяцев или даже лет. Разразился громадный скандал, но его быстро погасили. Тюремно-промышленный комплекс – это 50 тысяч заключенных в одиночных камерах. Хотя комитет по правам человека считает содержание в одиночке более двух недель пыткой. В США это обычная практика подавления и накомыслия в тюрьмах. Виктор Бут далеко не единственный гражданин России, находящийся сейчас в американской тюрьме. Архипелаг Гудлак уже давно не помещается на одном континенте. В этом смысле и Гуантанамо, и трибунал в Гааге – лишь первые его филиалы. Константин Семин, Вести недели. В сюжете, которое вы только что видели, мой коллега Константин Семин использовал некоторые кадры из фильма французских документалистов «Тюремная долина». Полностью эту документальную картину об американском ГУЛАГе вы сможете увидеть уже завтра, в понедельник, на канале «Россия-24», сразу после выпуска «Россия-24». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...